Турсун Алсатов почти целый год доказывал, что он добросовестный предприниматель. В прошлом году его обвинили в нарушении налогового законодательства. Владельцу АЗС едва не пришлось повторно выплатить налоги. Нам было извещение через налоговый комитет, что арестовать счет наш. И мы стали бегать. И потом пришли ассоциацию, сказали, вы общественная организация, мы объединение, помогите нам в такой случае. Затем наш счет был временно арестован, а потом мы наняли адвокатов и начали искать пути, как мы докажем, что наши невиновности. Напомню, скандал произошел в апреле прошлого года. Тогда владельцы местных АЗС узнали, что обязаны выплатить налоги. Причем, по их словам, повторно. Об этом они заявили представителям палаты предпринимателей. Как рассказали специалисты, директорам латинской компании Alma Oil, который в 2012-2013 годах поставлял льготный ГСМ Южанам, был обвинен в лже-предпринимательстве и уклонении от налогов. Ему назначили штраф в размере более 9 миллионов тенге. Согласно решению суда, налоги обязали выплатить и контрагентам, то есть 46-ти шимкенским предпринимателям. Сумма в размере 2 миллиардов тенге. В результате по делу обнаружили нарушение прав и интересов третьих лиц, а именно добросовестных предпринимателей. На той неделе нам пришло постановление Алмалининского суда о прекращении в отношении нескольких предпринимателей, в том числе 32 из них из Южно-Казахстанского. 32 наших предпринимателей уголовного дела в связи с тем, что в их действиях нет состава преступления. То есть они добросовестно получали и оплачивали все вот эти налоги и денежные выплаты. Соответственно, им дана числе нечего. В отношении оставшихся 14 предпринимателей материалы направлены в прокуратуру. Там дано указание провести доследственные мероприятия. Эксперты Палаты предпринимателей заявили, что держат этот вопрос под контролем.